Палочка-выручалочка для родителей. Читаем книги Александра Валентика. В рамках летних чтений каникулы в Карелии предлагаем познакомиться с творчеством Александра Ивановича Валентика. А начнем наше знакомство с книги «Книжка про Мишку». Утром Мишку будет зайка. Ну-ка, Мишенька, вставай-ка, одевайся, умывайся и на завтрак собирайся. Мишка встать никак не может. Он не спит, а глазки спят, ушки спят, и лапы тоже, и штанишки тоже спят. Не хочу я одеваться, не хочу я обуваться, умываться не хочу. Вы, мохнатые, давайте, мед скорее подавайте. Кушать я давно хочу. Ну-ка, приза этот Мишка, шалунишка, ну вставай, одевай скорее штанишки и мордашку умывай. По утрам ведь все зверята умываются, а потом уже за завтрак принимаются. Мишка заблудился. Похвалил Мишутку зайка. Мишка наш, ну просто паенька. И умылся, и обулся, и за завтраком не дулся. Съел он кашку с молоком и чайку попил с метком. После завтрака пойдем по малину в лес втроем. Мишке сразу страшно стало. Вдруг в лесу малины мало. Не отдам я никому. Мне не хватит самому. И тихонько за порог по тропинке наутек. По тропинке, по тропинке он потопал за малинкой. Сладкая малина Мишку заманила. Малинка за малинкой и потерял тропинку. Заблудился Мишка. Мишка-шалунишка. Тут Мишка наш друг испугался. Под елку большую забрался. Колючая елка, сердитая елка свои распустила иголки. Мишка ударила Мишеньку лапой. И маленький Мишка заплакал. Стал звать своих добрых друзей. Услышь меня, зайка. Найди меня, шарик. Мне больно, мне страшно. Найдите. Найдите меня поскорей. Как Мишку искали. А в домике ищут Мишутку. Расстроены все не на шутку. Где ты, наш малыш? Опять ты шалишь? Никак нам тебя не найти, чтоб в лес по малину пойти. Тут зайка и шарик на луг побежали. Вы нашего Мишку нигде не видали? И ежик колючий, теленок бодучий, гусенок левучий промолвили хором в ответ. Не видели Мишку мы, нет? Ах, ах, ох, ох, у зверей переполох. Потерялся Мишка. Мишка-шелунишка. А Мурка-царапка, белая лапка, Хоть глазки зажмурив дремала, А все же Мишутку видала. И выгнувши спинку дугой И вытянув хвост свой трубой, Мяукнула Мурка в ответ. Мяу, знаю, где Мишенькин след. Понюхай, кошарик, вот эту тропинку. Ваш Мишенька в лес побежал за малинкой. Найдут ли Медвежонка? Об этом вы можете узнать из книги Книжка про Мишку. Дракоша. Это необычное имя для кошки. Почему ласковую добрую кошечку Назвали таким именем? Вы узнаете из книги Дракоша. Что за имя такое у кошечки? Отчего ее кличут Дракошечкой? Вы скажите, зачем, почему? А не то я никак не пойму. Меньше всех она в доме у нас, Да зато как горит ее глаз. И сера-то она всех сирей, Да когтей ее нету острей. Выйдет только Дракоша во двор, Замолкает кошачий весь хор. Все и кошки, и даже коты Вмиг в кусты свои прячут хвосты. Тем, кто слабых привык обижать, Им пора, Дракоши, бежать. Драчунам всех пород и мастей От Дракошиных острых когтей. Этот случай запомнил весь двор. Двух котов рыжих толстых позор. Обижать они стали котят. Бьют их лапами, страшно шипят. Все глядят, но никто не готов Защитить малышей от котов. Вдруг, откуда она ни возьмись, Выбегает Дракоша, как рысь. Вмиг и острые когти впились. Воздух рыжий, клочья взвелись. Разлеталась аж шерсть драчунов Этих толстых противных котов. Разбежались они по кустам. Посидите-ка, вы теперь там. С той поры и зовут мою кошку Очень ласково, дети Дракошей. Выступает она не спеша, А за нею следят, чуть дыша, Кошки все из кустов и коты. Нас не трогай, Дракошечка, ты. И собаки различных пород, Что гоняют собачий народ. На Дракошу с опаской глядят И в сторонке тихонько сидят. Не боится ее лишь дружок. Он хороший Дракошин дружок. Хвост трубою, кошачий привет. Пес виляет хвостом ей в ответ. Сразу видно, хозяйка двора. Уважает ее детвора. Но один мой знакомый Тимоша Почему-то не любит Дракошу. Говорит мой знакомый Тимоша, Ваша кошка Драчунья Дракоша. Только я вам скажу по секрету, О себе бы сказать ему это. Он из всех забияк-забияка. И всегда где Тимоша, там драка. А Дракоша совсем не Дракоша. Она добрая, славная кошка. Для котят, для кутят, для детей У Дракоша нет острых когтей. Намурлычет им песню свою. Мур-мур-мур, баюшки-детки, бою. Я пишу, а Дракоша под лампой. Будет ручку мою своей лапой. Эту книжку вдвоем для детей Мы писали с Дракошей моей. Сидела у окошка обиженная кошка. Ловила кошка-мушку, поймала кошка-мушку, А думала, что мышку. Но это уже о другой кошке. Из другой моей книжки, Которая будет называться «Солнышко встречайте». «Солнышко встречайте» – это небольшой сборник стихов для детей На русском и финском языках. Предлагаем послушать несколько стихотворений из этой книги. «Лето». Что такое лето? Лето – это солнце и вода, Гуси у пруда, Тополиный пух на лице, Золотое яблочко на крыльце, Барашки и пятнашки. Бегали по озеру белые барашки, Белые барашки играли в пятнашки, Играли в прятки, сверкали пятки, Играли в жмурки, сверкали шкурки. Раз, два, три, четыре, пять – я иду тебя искать. Кто не спрятался, я не виноват. Кошка и мышка Сидела у окошка, обиженная кошка, Ловила кошкам мушку, Поймала кошкам мушку, А думала, что мышку. А мышка рассмеялась, захлопала в ладошки. Какая непутевая! У нас в квартире кошка, Жучка и жвачка. Жалко Диме собачку. На тебе, жученька, жвачку! Ласкова жучка вильнула хвостом, Диме в гостинице лежит под кустом. Хочешь – бери, а мне – не дари. Мы познакомились с тремя книгами Александра Ивановича Валентика, а именно Книжка про Мишку, Дракоша и Солнышко встречайте. Все эти книги ждут вас во всех муниципальных библиотеках нашего города. Спасибо за внимание! Спасибо за субтитры Алексею Диме!